Это пульс дня, мы продолжаем выпуск. 45-й президент США Дональд Трамп сегодня прибыл в суд Майами, где его формально арестовали на время заседания и официально предъявили ему обвинение по делу о незаконном хранении секретных документов. В ходе заседания политик не признал себя виновным, далее состоялось обсуждение условий освобождения Трампа до начала разбирательств. В итоге его отпустили, запретив обсуждать дело со свидетелями и другим обвиняемым помощником Уолтом Наутой. Детали обсудим с политологом Юрием Польским, он присоединяется к нам. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, расскажите, как вы считаете, насколько это серьезное решение суда, потому что многие сейчас говорят, что суд практически ничего не сделал для Трампа, он его отпустил, даже не было никакого домашнего ареста. Все это напоминает чудовищный фарс. Вообще весь этот процесс – это прекрасный материал для советских пропагандистов, для Валентина Сергеевича Зорина, незабвенного. Жаль, что Советского Союза нет. Это просто изумительная ситуация, когда правящие круги США в соответствии с советской терминологией разделены, и одна группа, так сказать, власть-имущих хочет утопить, утопить другую группу власть-имущих в то время, когда огромные проблемы буквально уничтожают Соединенные Штаты. И прежде всего это внешнеполитическая страшная катастрофа, война на Украине, конца которой нет совершенно, не видно. И еще огромная, я повторюсь, огромная чудовищная проблема – это проблема с Китайской Народной Республикой. И это тоже грозит небывалыми катаклизмами, возвращаясь к Трампу. Юрий, вы по ошибке сказали «утомить» такое слово. Как вы считаете, именно если «утомить» говорить об этом слове, может быть, как раз-таки оно правильное? Я имею в виду, как вы считаете, вот эта вся процедура, которая происходит и в Нью-Йорке в суде, и в Майами, она утомляет Трампа? Это очень мягко сказано. Опять же, это хорошо, так сказать, вливается в дипломатический дискурс. Но в действительности это катастрофа для Трампа лично, потому что ни один человек не может этого выдержать. Я не раз говорил о шахматах. Я бы сказал, что и Анатолию Карпову, незабвенному, он сейчас жив, дай ему Бог здоровья, это тоже было бы трудно выдержать, человеку с железными нервами. И Трамп, я считаю, гораздо менее приспособлен, чем Карпов, выдержать такие чудовищные совершенно обвинения. Обвинения, которые, по-моему, построены на очень зыбком фундаменте. Это вообще очень спорный вопрос, правда, надо признать. Здесь можно обыгрывать ситуацию и так, и иначе. И как дело представить? Вот очень важно. Поэтому возникнет страшное крючкотворство, чудовищные обвинения, совершенно ничем неоправданные измышления. Все это вокруг этого совершенно ненужного процесса, когда одна сторона демократы хотят буквально уничтожить политическую карьеру и политическое будущее президента Трампа. Как вы считаете, вот вы говорите, чудовищное обвинение, тем не менее суд отпустил домой и признал его невиновным по 37 статьям. Если такие чудовищные обвинения, то почему же суд состоялся так быстро, все произошло буквально за считанные минуты, может быть, час? Здесь имеют место определенные иррациональные факторы. Никто ничего не может точно предсказать. Но нет никаких твердых оснований для того, чтобы, так сказать, задерживать Трампа, физически, в смысле в политическом плане, его истреблять. Поэтому это все получилось вот таким образом, как получилось, но нет гарантии, что все будет продолжаться в том же духе. И процесс совершенно неуправляем, и невозможно предвидеть, какой будет следующий шахматный и не шахматный ход. Вот что мы наблюдаем. Насколько серьезно для Трампа вот это решение суда не говорить со свидетелями и другим обвиняемым? Это, во-первых, очень унизительно. Президенту США выдвигаются какие-то условия в отношении его, так сказать, личных контактов. Это совершенно немыслимо. Как же мог человек стать президентом Соединенных Штатов, если подвергается сомнение его честность, порядочность? Где все это? Ведь, само собой разумеется, мы должны с уважением относиться к президенту США, к офису президента. Но раз за разом мы видим неслыханное унижение человека, выполняющего должность президента США. Самую важную работу на планете. Это совершенно очевидно. Соединенные Штаты – ведущая мировая держава. И так унижают президента, бывшего президента, настоящего президента. Не первый раз. Мы видим на кадрах очень много человек, очень много людей пришло поддержать Трампа во Флориде. И, в частности, в Майами тысячи людей. Как вы считаете, если бы суд принял какое-то решение об аресте, я имею в виду, допустим, в джейл закрыть Трампа, то эти люди могли бы пойти на нечто подобное, когда они атаковали Капитолий? Ничего подобного бы не случилось. Вот огромная разница. Вот огромное преимущество демократов перед республиканцами. Я не раз говорил об этом. Если бы Трампа посадили в тюрьму прямо сейчас, ничего бы не было серьезного в плане демонстрации с применением насилия. Вот когда демократов притесняют, вот тогда можно видеть людей, выходящих на улицы и грабящих магазины, уничтожающих частную собственность. И в президентской борьбе это будет иметь значение. Юрий, к сожалению, прерывается связь. Слышите меня? Да, это даже, это вот иррациональные факторы включаются. Потому что природа не может терпеть. Мы когда говорим о Трампе, то всегда получаются такие иррациональные факторы. Да, продолжайте, пожалуйста, мысль, потому что вы прервались. Да, я думаю, что все это уладится. Я не раз выражал оптимистическое мнение, что Америка останется ведущей державой и преодолеет эти совершенно ненужные катаклизмы, проблемы и жестокие потери в виде, которые Соединенные Штаты демонстрируют всему миру. Но нужно время, чтобы вылечиться от этого. Сейчас, как вы считаете, этот суд и вообще все, что происходит в районе, скажем, Трампа, как это влияет на него самого и его предвыборную кампанию? Во-первых, вы уже сказали, что это унизительно, он не может разговаривать со свидетелями или еще с кем-то. Тем не менее, могло быть хуже. Например, могли отправить под домашний арест, правильно? Могли запретить использовать соцсети, например. Ну, вообще, очень много чего могли запретить, кроме общения с семьей, например, любое общение с другими людьми. Это первое. Второе. После суда в Нью-Йорке рейтинги Трампа подскочили. И это было очевидно. Люди стали его больше поддерживать. Это выглядело очень интересно и походило на такую некую рекламную кампанию. Потому что, ну, конечно, в истории ничего подобного не было. И я, когда говорю, что такого не было на экранах, чтобы мы видели с утра до вечера президента в течение нескольких часов, как его кортеж прибывает в суд, скажем, и все это происходит, это обсуждаемо. То есть это такая большая предвыборная кампания. Как вы считаете, это все-таки положительно играет на Трампа или отрицательно? Я считаю, это 50 на 50. Может быть, 51 на 49. И это может в ту или другую сторону. Этот 51 даст преимущество Трампу в борьбе с Байденом. Потому что на сегодняшний день никого другого нет. То есть Америке, Соединенным Штатам придется сделать выбор. На сегодняшний день это так выглядит. Между Байденом и Трампом. И оба эти кандидата выглядят, мягко говоря, не лучшим вариантом. Но других нет вариантов. Поэтому вопрос это абсолютно открытый. Здесь я хочу указать на другой важнейший фактор. Трампа ненавидят миллионы. Миллионы, которые, безусловно, не выражают большого разочарования и не льют крокодиловые слезы в связи с тем, с чем приходится сталкиваться президенту Соединенных Штатов. Это тоже очень серьезная моральная проблема. Когда президент Соединенных Штатов вызывает такие негативные эмоции. Я имею в виду Дональда Трампа. И тоже можно сказать и о Байдене. О Джозефе Байдене. Кстати, и Байден очень опытный политик. Некоторые вещи, которые он сделал и делает, заслуживает признания и положительной оценки. Поэтому вопрос это очень многообразный, имеет много аспектов, и это надо принять во внимание. Заканчивая вот этот вариант, вот этот эпизод, я хочу сказать, что положение совершенно неопределенно. Оно может качнуться в ту или другую сторону еще много времени для прямой президентской гонки. Так что все возможно, все впереди. И может все-таки появиться еще какой-то кандидат. Но с каждым днем, как мы видим, на горизонте никто не появляется. И такое впечатление, что если, так сказать, судебные власти не предпримут мощных шагов против Трампа, Трамп выглядит как явно наиболее очевидный кандидат на пост президента от республиканской партии. Сейчас какие вы дальнейшие шаги видите в этом деле? Я понимаю, что присяжные заседатели решили, что Трамп не виновен. Но я так понимаю, что это все-таки не итоговое решение, правильно? Абсолютно. Абсолютно не итоговое. Американские судебные процедуры, все это так запутано и так неочевидно, что может возникнуть что угодно, и все начнется снова. Поэтому я не стану загадывать, смотреть наперед. Кроме того, еще совершенно не гарантировано, что в ближайшие дни, месяцы мы не увидим неслыханные вызовы Америки со стороны, я повторюсь, разных регионов мира, и в том числе Украины и Юго-Восточной Азии, Китая. Это очень-очень серьезная проблема, глубина которой до сих пор не ясна миллионам американцев. Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Мы обсуждали Дональда Трампа, который сегодня прибыл в суд в Майами на заседание. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с Паскриптумом.